Участок Дамира Мухаммадеева в новой туре последний в списке незаконно приобретенных по мнению комитета о земельных и имущественных отношениях Казани. Иски в адрес его собратьев по несчастью, семей Дмитриевых и Ильичевых представителей комитета уже выиграли. В данном случае нашей вины абсолютно никакой. То есть регистрационная палата, из-за которой я и пострадал. Лично мы скажем требую, просим обозреть оригинал документов, на которые мы ссылаемся. Это разрешение на строительство, предостроительный план земельного участка, технический паспорт. Свою защиту ответчики строят на официальных документах, выданных государством. Среди них разрешение на строительство, у кого-то даже оформленное право собственности на постройку. Каждый из них получен на основании первичного кадастрового номера участка. Он-то как раз по мнению местов и оказался фальшивкой. От комментариев на камеру последние отказались. У меня муж дождь льет, мороз, он сам копает этот фундамент, выкопал собственноручно. Мы строили самостоятельный дом. Возможности нанимать бригаду у нас не было. Участок на Еле Шевалеевой находится в поселке Залесный-2, но ее история как под копирку. Так же, как и покупатели в новой туре, они приобретали землю, будучи уверены, что сделка чистая. Но, увы, как только дом был построен, на участок наложили арест. Вдруг мы узнаем, что, оказывается, нам продали данные земельные участки по поддельным документам. Хотя все документы нам выдали органы государственной власти. Регпалата, комитет земельных отношений выдал нам разрешение строительства, утвердил градостроительный план, границы разметил. Все законно. Судьба трех построек по улице Кырлай в поселке Новая Тура решится 26 ноября. Именно на эту дату назначено судебное заседание, в результате которого станет ясно, насколько законно действовали владельцы участков, когда решили построить здесь свои дома. Если решение суд вынесет не в их пользу, то сносить все построенное придется им за свой счет. Ну а пока суд до дела, наши герои решили обратиться за помощью к властям. Коллективное обращение с просьбой не оставаться безучастными разослали во все возможные ведомства. Мы сейчас в данный момент ждем от них ответа, любого ответа. Либо же отказа, либо же положительного ответа. С той целью, чтобы знать, помогает ли наше государство обычным гражданам. Или же здесь нет смысла чего-то искать, и надо идти куда-то дальше. Куда дальше ходить? Елена Черезина, Владимир Владушкин, телеканал «Эфир».